Держава будет достроена. Так, о проблемном объекте от застройщика Держава Строинвест в поселке Красково высказался заместитель главы Люберецкой администрации Сергей Таневский. Его встреча с теми, кто уже несколько лет не может въехать в оплаченное жилье, состоялась во время митинга обманутых дольщиков. Держава будет достроена до конца года. В настоящий момент проводится строительная экспертиза, потому что дом долго стоял. Оплаченная работа этой строительной экспертизы по двум корпусам. Речь идет о жилом комплексе Грин-Сити в поселке Красково. С 2015 года обманутые застройщиком дольщики не могут заселиться в квартиры, потому что дом до сих пор не готов. Пятую позицию не полностью застеклили, это то, что было сделано. И потом наш застройщик передал, он ушел, он был генеральным директором, и со собственником Куликов передал права Буренину. И ушел в 2016 году из схемы. Квартиры нет, соответственно, в продаже, денег нет на счетах державы. Вот такая ситуация. Благодаря усилиям самих дольщиков и новым государственным программам ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Администрации округа определены источники финансирования и подрядчики. 4 миллиона уже выделены на установку окон, дверей, закупку части других строительных материалов. Все работы, в том числе подключение к сетям, планируют завершить до конца года. А зеленение будет сделано весной 2018-го. Вот сложнее ситуация с долгостроем Красково-Олимпийский. Дом практически готов. Но, 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 вы меня услышите, пожалуйста, резерва котельной, к которому он подключен, не хватает. Застройщик жилого комплекса Красково-Олимпийский должен установить в котельной еще один котел, но денег у него нет. Вопрос по выполнению технических условий дома будет рассматриваться на заседании суда в августе. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.